Здравствуйте, друзья! У нас в связи с разбирательством по поводу того, что писать в графе образования при подаче заявки на участие в гринкарт-лотерее, возникла отдельная тема, это заочное образование. Дело в том, что есть два разных рассуждения. Первое рассуждение говорит, что заочное не считается, надо смотреть то, что не заочное, а второе рассуждение говорит, что как-то не считается, а заочное считается. Вот у нас тут даже одна зрительница нашего канала написала, что же я шесть лет училась, теперь это все коду под хвост. Значит, история такая. Единственное, что действительно важно, вот кроме мусора, существенно, не мусор, это то, чтобы у человека было законченное среднее образование. Вот в наше время это была десятилетка, сейчас это 11 классов. Вот полное среднее образование. И это единственное, что интересно. И к этому единственному важному требованию есть специальное указание, что это не может быть заочным. Это должно быть вот живьем, вот пришел и вот учился и получил. В отношении всего неважного, техникум, институт, аспирантура, все что угодно, нету никакого указания вообще. Поэтому возникает вот этот дуализм. То есть одни люди говорят, ну там же не сказано, что это не в счет, поэтому оно в счет. Другие люди говорят, да, но если сказано про среднее, полное среднее образование, то давайте считать, что относится и к тому тоже. Значит существенно понимать, что никакого значения это не имеет в той мере, в какой у вас есть среднее образование. То есть вы не должны надуть щеки, растопырить пальцы и вот это вот, и там надеть красный пиджак. Этого ничего не нужно. Поэтому есть как бы много случаев, когда люди писали заочное образование как высшее, и никто им слова не сказал. То есть нет такого, чтобы кого-то за это дисквалифицировали, потому что оно не имеет вообще никакого значения. Моя как бы личная, да, личная позиция состоит в том, что постольку, поскольку оно никакого значения не имеет, так напишите там, забудьте о заочном, напишите то, что у вас есть очное, и во всяком случае вы уже 100% ни с кем, ни в какой конфликт не войдете. То есть может вы и так не войдете, но это может не войдете, а может войдете. А так вы точно не войдете. Это как бы моя такая более защитная такая позиция, оборонительная. Но в общем и в целом это ваше дело. Решайте как вы хотите. Это совершенно ни на что не влияет. Я не могу сказать точно, почему это происходит, но вообще в американских анкетах очень принято собирать всякую информацию для статистических каких-то исследований, расследований и так далее. То есть они могут там где-то сказать, сколько народ у нас участвует, какой процент с высшим, какой процент с таким-сяким. Вот только для этого. С точки зрения квалификации для участия в лотерее Гринкард, очность за очность имеет значение только для среднего образования. Вот если там у вас нет живого очного, вот тогда у вас проблема. Вот все остальное, послушайте, напишите PHD. Ну то есть если хочется вот так взять, растопырить и сказать, а вот такие мы ребята, напишите. Можно еще, знаете, что не ограничиться этим, а скрытно сделать татуировку. Например, не забуду мать родную с этой стороны, а с этой написать 6 лет учился заочно там в Тавропольском сельхозном институте. Например. Ну в каком училище, в том напишите. Это будет еще сильней. В принципе это никак не ослабит ваши позиции. Так что, друзья, нет прямого ответа. Вот как хотите, так понимаете. Счастливо! Счастливо!